Украинские военные пытаются поймать российские силы в ловушку. Их план стал очевиден после разрушения моста через реку Сейм. Сегодня обсудим, что происходит на левом фланге Курского фронта, куда наступают ВСУ, и какими могут быть их ближайшие планы. Посмотрим на свежие кадры из зоны боев и оценим действия сторон. С вами Ян Матвеев, анализируем наступление в Курской области. На левом фланге Курского плацдарма ВСУ изначально уперлись в крупный поселок Коренево. Он перекрывает самую удобную дорогу Нарыльск и дальше границы. Однако ВСУ продолжили давить чуть ближе к границе. Заняли Внезапное, Гордеевку, прошли через Снагость, Квишневке и оказались практически на берегу реки Сейм. Это довольно крупная река, шириной от 30 до 80 метров на этом участке. В целом преодолимая, конечно, но не совсем уж ручеек, который легко можно переехать хоть на броневике, хоть на танке. Ну, какой-никакой понтонный мост в любом случае понадобится. И вот теперь самое интересное. От Вишневки и Комаровки, где уже находятся украинские силы, река Сейм доходит до самой границы, в районе горок. А потом она еще и идет вдоль границы, до самого Теткина. Видите, да, какой получается такой карман. Вот здесь, на границе все еще находятся российские войска. В том числе возле Теткина. Они который день обороняют погранпереход от атак ВСУ. Выбраться из этой области можно всего по трем мостам. Возле сел Глушково, Званное и Карыш. Три моста. Было. Вчера разрушили самый большой и удобный Глушковский. Вот как это произошло. Изначально его атаковали ракетами Хаймерс, но они только оставили дырки. На этих кадрах в момент разрушения, скорее всего, ударили корректируемой авиабомбой. Либо американской Джедам, либо французской АСМ Хаммер. В итоге, мост рухнул полностью. После таких повреждений восстановить его во время боевых действий не получится никак. Мост в Званном уже атакуют. Пока без пруфов, но об этом пишут. А переправа в Карыже прямо рядом с границей. Получается, российским пограничникам и войскам поддержки нужно немедленно выходить из этого района. Потому что больше выйти просто негде. Именно поэтому они уже навели даже новую переправу. Видимо, понтонный мост. Его заметили на спутниковом снимке. Но это вряд ли поможет на постоянной основе. Если по автомобильному мосту можно идти, ехать очень быстро, да еще и в два ряда транспорта, то понтонный мост обычно позволяет проехать только в одну сторону. И довольно медленно, потому что иначе оно разрушится. Техника войска накапливается на берегах, ждут своей очереди. И тут по ним бьет артиллерия, ну или тот же Хаймарс. Подобную ловушку в СУ устроили российской армии возле Белогоровки. Помните форсирование реки Северский Донец? Кстати, река Сеем по ширине такая же. Как я уже сказал, от 30 до 80 метров в ширину на разных участках. А вся эта зона от границы до реки везде меньше 20 километров. То есть любая артиллерия калибра 155 миллиметров достает с большим запасом. Даже РСЗО град достает. Любые переправы немедленно окажутся под массированным обстрелом. Вот такая получается ловушка для российских военных. Вряд ли их там прям очень много, но в районе тысячи человек наверняка есть. Вот Z-канал пишет, что там 2500 человек. Похоже, что им надо уходить прямо сейчас. Но дадут ли такой приказ? Ведь тогда ВСУ просто без сопротивления займут всю эту территорию. Ну, ситуация такая, патовая получается. Помимо, собственно, ловушки на российские силы, эта зона интересна ВСУ в качестве безопасного фланга. Встать по реке, построить укрепление и держать фронт. Все равно это придется где-то делать рано или поздно. Река Сеем довольно удобная природная преграда. Хороший повод посмотреть на большую картину. Вернуться к разговору о том, а какие цели у ВСУ в Курской области вообще. Понятно, что захват территорий, но докуда они планируют дойти? Бесконечно ведь идти вперед-то не получится, Россия большая. Ну, а теперь смотрите на карту. Вот она, река Сеемь. Образует такую характерную дугу. С другой стороны река Псел. Видите, какое пространство получается между ними. Я предполагаю, что именно линии этих рек в общих чертах и являются границами украинской операции. То есть в идеальной для ВСУ ситуации они выходят слева к Сеймо, справа к рекам Илек и Псел. Ну, а по фронту двигаются в сторону Львова, Курчатова, Курска так далеко, как только смогут. Скажете, слишком красивая картина получается. Ну, так я и не говорю, что все будет именно так. Но обычно во время планирования военной операции задаются определенные рамки. Более оптимистичные, менее оптимистичные. Вот, скорее всего, по самой оптимистичной оценке, оперативная зона этого украинского наступления как раз может уложиться вот в этот промежуток шириной до 100 километров. Оптимистичная цель, но и силы ВСУ задействовали весьма серьезные, как мы теперь-то знаем. Так что я бы очертил зону интереса украинского наступления примерно вот так. Колотиловка, Обаянь, граница Курска, Курчатов, Львов, Теткино. Это максимальные рубежи. Совершенно не обязательно ВСУ дойдут до них, конечно, но, скорее всего, будут как раз к ним стремиться. Как я говорил в прошлом видео, сейчас перед украинским командованием стоит выбор. Стабилизировать фронт там, где есть, и довольствоваться малым. И тогда до вот всех этих рубежей, на которые мы сейчас смотрели, уже, конечно, не дойти. Или попробовать атаковать крупными силами, прорывать непрочную пока что оборону российских подразделений, возобновить маневренную войну и продвигаться дальше. Можно, конечно, продолжать атаковать мелкими группами на броневиках. Однако они все чаще будут натыкаться на серьезное сопротивление. Вот как эта колонна в районе Сафоновки. Это уже второй серьезный разгром мобильной группы ВСУ после боя в селе Гирьи. А были и другие засады и атакованные броневики, в том числе дронами Камикадзе Ланцет. Судя по разрозненным сообщениям от украинских каналов, Зетвоенкоров, даже российского Минобороны, бои сейчас проходят вот в этом районе. Каучук, общий колодец, Левшенко, Семеновка, Варваровка фигурируют в различных сводках. Одновременно ВСУ давят на Коренева. Ну и вот теперь мы знаем западнее поселка тоже, создавая ловушку возле реки Сейм. Скорее всего, самым продуктивным для украинских военных будет именно прорыв к Льгову. Поэтому и бои идут на этом направлении. Дойдя до города, затем можно расширять фронт по флангам, даже не обязательно прорывать российский заслон в районе Мартыновки. Его можно просто обойти. Много активности и на Востоке. Там ВСУ, очевидно, пытаются расширить зону контроля. Несмотря на поражение в гирях, они заняли борки, вошли в крупец, бились в озерках. Дроны уже атаковали Графовку. Это Белгородская область, но тоже рядом. ВСУ перебросили в Курскую область серьезные силы, много техники. Вопрос в том, как они будут ее использовать. Сейчас многие говорят о чрезмерных потерях украинцев. Но действительно, видео с фронта пестрят подбитыми броневиками, взорванными танками, БТРами. Однако лучше всего обратиться все-таки к сухим конкретным цифрам. Вот аналитик на Алсио подсчитал, что на 15 августа ВСУ потеряли в Курской области 51 единицу бронетехники. В статистику попал, например, и вот этот Хаймерс, уничтоженный в Сумской области, откуда он обстреливал российские части. Искандер уничтожил пусковую РСЗО вместе с ракетами во время перезарядки. Что касается российских потерь, то они вдвое меньше, 27 единиц. Однако, посмотрите на таблицу. Тут больше половины грузовики. Почти все из той самой колонны под Рыльском, которую подбили Хаймерсом. Получается, российская армия совсем прям не теряет технику? Ну, да нет, конечно, теряет, естественно. Просто сами они показывать ее не будут, а ВСУ выкладывают очень мало и дозировано. Это их тактика с самого начала прорыва, она не поменялась. Даже о трофейных машинах, например, вот об этом Т-90М мы узнаем с большим запозданием. Единственное исключение – пленные. Их очень много и снимают часто. Ну, видимо, чтобы остальные смотрели на это и тоже сдавались. Ну, а также для создания визуального ощущения поражения российских войск. Потому что ничто так не свидетельствует о разгроме, как большое число пленных. Например, вот когда сдается целый ротный укрепрайон. Мужчины, мужчины, выходим, заем. Хотите жить, выходим, заем. Ну, происходит. Это пустой. Сижу, ты знаешь, сколько 20 человек штурманово? 4 бронированная машина. 24 человек. Там взяли в плен 102 человека. Те, кто не сдался, были убиты в соседнем укрепе. И все это сделано группой из 24 солдат на 4 бронемашинах. Видео с пленными так много, что их реальное число перевалило наверняка уже за тысячу. Достаточно много и тех самых кадыровцев из Ахмата. Есть в плену и солдаты-срочники. Российские военные каналы чаще демонстрируют тела погибших украинцев. Одни и те же по много-много раз. Свежие видео с пленными тоже есть. Но, что характерно, на украинских кадрах всегда толпа пленных. На российских 3-4 человека. Я думаю, что в плену сейчас может находиться лишь пара, может быть, тройка десятков солдат ВСУ. Ну вот и сравнивайте соотношения. С одной стороны тысяча, с другой стороны пара десятков. Ситуация в Курской области сейчас выглядит примерно вот так. Сплошным цветом закрашена подтвержденная зона контроля ВСУ. Атаки идут на север, северо-запад и юго-восток. Продолжается и противостояние возле Мартыновки. Не забудем, что с украинской территории продолжаются атаки на погранпосты в Теткино и Колотиловке. Там проходят прям серьезные бои, в том числе с участием бронетехники, особенно в Колотиловке. Не совсем понятно, почему ВСУ именно здесь атакует прям в лоб, а не пытается обойти укрепленный погранпереход. Так, ну как это было сделано в Курской области. Вполне возможно, атаки Колотиловки нужны больше для отвлечения внимания российских сил от Курского фронта. В ближайшие дни надо внимательно следить вот за этой зоной между рекой Сейм и границей. Важнейшим сигналом станет разрушение двух оставшихся мостов. Тогда части, оборонявшие границу, сразу окажутся практически в безвыходном положении. Им придется как можно скорее уходить к реке и перебираться через нее, а иначе они окажутся в ловушке. Давайте вместе следить за войной в Курской области. Пишите свои вопросы в комментариях. С вами был Ян Матвеев. Поддержать выход новых роликов можно, подписавшись на Patreon. Ссылка в описании. Увидимся и удачи вам!